Здравствуйте, вы в теме дня. Сегодня мы свидетели исторических событий в нашей стране. Азербайджан все четко разложил по полочкам и все встало на свои места. Незаконного режима на территории Азербайджана больше не существует, а армяне покидают наши территории. Как сегодня армяне покидать Карабах, а как покидали азербайджанцы 30 лет назад, обсудим с гостем нашей студии, заведующим отделом истории Западного Азербайджана и Института истории, профессором Джаби Бахрамовым. Здравствуйте, Джаби Бахрамов. Здравствуйте. Рада вас видеть очередной раз в нашей студии. Спасибо. Я бы хотела, чтобы мы сравнили нынешние события с событиями 30-летней давности и посмотрели, как покидали азербайджанцы наши территории и как покидать сегодня наши территории армяне. То есть они тихо, спокойно собирают свои вещи и уходят. То есть это их выбор. Азербайджан им дает два выбора. Либо вы остаетесь и принимаете гражданство Азербайджану, либо вы уходите. Но они выбрали второй вариант. Так, знаете, во-первых, я хочу вас благодарить за приглашение и за постановку этого вопроса. В таком порядке вот то, что вы поставили, знаете, это сравнить невозможно. То, что произошло с конца 1987 года по 1991 год, это, знаете, страшная страница нашей национальной истории. Я был свидетелем этих событий. Я вам скажу, что впервые мы узнали, именно ученые институт этой истории, узнали о тех планах, которые были подготовлены армянскими нацистами. И мы впервые получили эту газету, французскую газету, газету коммунистов Франции, «Ле гуманите», где была напечатана фотография этого небезызвестного Агамбекьяна, советника по экономическим вопросам Горбачева, где, находясь в командировке Парижа, заявил о том, что да, значит, в стране проводится политика перестройки, политика классности, и демократические процессы идут, хотя от демократии никакого, знаете, признака-то не было. И, значит, в скором времени разрешится вопрос Нагорного Карабаха. Мы считаем, что эту территорию должны перейдеть в состав Римлянской ССР. Это как взорвавшаяся бомба была для азербайджанского народа. И когда эту газету мы получили, это произошло, значит, во второй половине ноября 1987 года. И когда наш ученый, нынный уже покойный, академик Игнар Ильев, газету, которую мы ему передали, он узнал об этом, знаете, как бомба взорвалась. Говорит, вот подонки, вот сволочи. Опять начали. Мы впервые услышали от него такие, значит, очень резкие слова в адрес армян, и до этого у нас никакой такой информации-то не было. И потом уже, как они начали объявлять о своих намерениях, более подробно потом узнали. И это случилось после того, как, значит, из состава советского правительства и из состава политбюро, значит, был выведен представитель азербайджанского народа наш общенациональный лидер Гидра Ильич Алиев. По, значит, такому, знаете, нечеловеческому поведению Горбачева по отношению к гидра Ильичу Алиеву, когда он уже заявил о своей отставке, и армяне начали свою вот эту бурную деятельность. Я вам скажу, что это было с подачи всего советского руководства, которое руководил Горбачев. И, конечно, тогда армяне по всей Армении, то есть по всей территории западного Азербайджана, они начали пропаганду, что Армения только для армян существует, и все другие национальности, в первую очередь, азербайджанцы должны подчинуть эту территорию. И каким образом, и в каких условиях они были депортированы, свидетельством, которым являюсь я. Это конец 87-го года. Да, это конец 87-го и конец 88-го года. То есть процесс начался. В конце 87-го года первые беженцы появились из Зенгезорок, из Кафанского района. Я скажу, что среди этих беженцев были и мои родственники. Да, ваши родители, я помню, да, вы говорили. И в конце 88-го года, уже когда против азербайджанского народа, азербайджанского населения на территории западного Азербайджана, который назывался Армянский СССР, началась настоящая бойня. Да. Оскорбление, значит, побоище, убийство. Вот по нашим подсчетам было убито 242 человека. По нашим данным, было изгнано за течение всего 15 дней более 200 тысяч человек. Из них более 185 тысяч были коренные азербайджанцы, то есть автохтоны или аборигены этой территории. И поэтому остальные там 3000 было русскоязычное население, русские, Малакана, другие, и 15 тысяч курдов, мусульман. Но это, по-моему, продолжат до 91-го года. Я вам скажу так, за почти две недели все было очищено. В 91-м году только осталось селение Невады в Мегринском районе, где граничили с Зенгиранским районом. Они боролись за свою территорию, за свою землю, но с помощью советской армии их тоже депортировали оттуда. И впереди шли эти бандиты, боевики, это палачи, нацисты, знаете? Да. Ну, естественно, мы об этом знаем, потому что в событиях геноцистов... Я все это видел. Я встречал этих беженцев в конце 88-го года. Это был в декабрь месяц. И я видел этих беженцев. Среди них, я как уже говорил, и были мои родители, понимаете? И как они поступали по отношению к этим людям, это описать невозможно. Бесчеловечно. Ну, в принципе, мы знаем бесчеловечность. Их нынешний премьер-министр Пачиньян говорит, что они добровольно покинули ложь, сушая ложь. И я вам скажу, что это вранье. Ну, и, с другой стороны, человек такого уровня и заслуживает быть премьер-министром этого народа. Но сейчас добровольно покидают территорию Азербайджана, значит, сейчас армяне. Вот сейчас армяне покидают территорию Нагорной части Карабахского региона. Им же в самом начале объявили. Если примите закон «Азербайджанские журки», если будете жить и быть порядочными гражданами Азербайджанских журоков, вы имеете право жить и оставаться на своих местах. И, с другой стороны, до этого в Азербайджане проживали и проживает более 30 тысяч армян. Они живут и в наших городах, они живут в Чемкирском районе, они живут в городе Кянджа, в Сумбаити, в Баку и в других местах. Но не только одни у нас живут, живут и другие. Мы никогда не придавали значения, какой национальности гражданин. Понимаете, мы всегда относились ко всем этим народам толерантно. Мы не разделяли по национальности, по религиозному признаку, по, значит, национальному признаку. Но они-то себя проявили таким образом. Понимаете, это не в сравнении идут. Никакие сравнения не идут. Поэтому то, что произошло тогда, в 88-м году, это преступление, преступление геноцида против азербайджанского народа. После 88-го года следующий геноцид был в Фоджалах, в Мишеле. И как они обращались к нашим азербайджанцам, все мы знаем. То есть они не смотрели ни на стариков, ни на детей, ни на беременных женщин. То есть я не хочу впадать в подробности, но даже беременных женщин они пытали. Но как сегодня обращаются азербайджанцы с армянами, которые покидают наши территории? Они им раздают еду, раздают воду. То есть Азербайджан всему миру показывает пример гуманности. Пример гуманности. За этот вопрос я вас благодарю. Дело в том, что когда то, что произошло в Западном Азербайджане, так называемый Армянский ССР, это все мы знаем. И когда уже начали захватывать район Азербайджанской ССР, тогда еще я, тот 91-го года, я это и имею в виду, значит, после 91-го года, первые они захватили, значит, Шушу, потом Лачинский район, потом Келбеджерский район, и уже в 93-м году они захватили Агдамский район, потом Физеринский, Дземрайлинский, Кубатлинский, потом Загиланский. Вот 7 районов общей площадью 17,4 тысячи квадратных километров. Но то, что там произошло, и вот первый геноцид они устроили, значит, в Городалы. Там потом Эделли, потом, значит, на территории Келбеджерского района Ахдабан, потом в Казахском районе, значит, была уничтожена целая семья. И то, что вы сказали по поводу Ходжала, да, Мишали. Ну, представьте себе, в Ходжалах было уничтожено 8 семей полностью. А теперь вот вы говорите о той отношении азербайджанского государства к тем гражданам армянской национальности, которые добровольно покидают территорию Азербайджана. Вот наши полицейские, вот мы видим, значит, в социальных сетях, как обращаются, значит, со всеми, с детьми, со стариками, с женщинами. Вот я заметил несколько таких, смотрел, значит, этих видеороликов, как наш военный политический подходит, хлеб дают, воду дают, приглашает, значит, врачей для, если у кого-то там, кому-то плохо. Такого отношения со стороны армян не было. Если кто-то из армян проявлял такое, эти фашисты, эти нацисты могли бы на место их расстрелять. И другой момент. Вот посмотрите, вот они отсюда уедут, посмотрите, что скажут в Армении по отношению к нам. Ну, они так и делают. А вот отсюда, да, все было хорошо, нормально. И даже, говорит, один из них сказал, что «Сиза хололоса, вам право». А потом перейдет туда, скажет совсем обратное. Ну, так и было. То есть есть факты о том, что они так и делают. Поэтому, знаете... Они это как передают, этническую чистку, то есть это так показывают во всем мире. Но я бы хотела вам задать один вопрос, Джабмяли. Большие силы мира, большие страны, они помогают якобы вынужденным переселенцам и перечисляют какие-то суммы для того, чтобы им помогали. А помогали ли нам, когда у нас было около миллиона беженцев? То есть есть ли в истории такие факты? Очень хороший вопрос. И я еще раз вас благодарю. Я вам приведу цифру. Значит, с 92-го года по 2008 год Армении была оказана материальная помощь без возвращения. Безвозвратно. Да. 4 миллиарда 350 миллионов долларов. Хотя эта страна была агрессором. Да. Верно? Да. Я возьму это слово «страну» в кавычки. Потому что это территория, которая находится в руках нескольких таких... Больших сил. А по Азербайджану что было? В течение 16 лет. Те же годы, 92-й по 2008 год, только по международным гуманитарным организациям было за 16 лет оказана помощь в размере 400 миллионов долларов. Идите, вот сравните. Да. Куда миллиард. Десять раз. И тем более было применено санкции по отношению азербайджанского государства. Я хочу задать вопрос американцев. А вот он демократии. Хотя никакой демократы в этой стране нет. Все то, что создано, это создано, значит, детьми, детьми, этими преступниками дикого Запада. Они же не зря говорят, что мы дети дикого Запада. Этим гордятся. Эти дети дикого Запада в лице американцев, они применили в отношении к нам 907-ю поправку, запрещающую оказать материальную помощь азербайджанскому, новому, молодому азербайджанскому государству. А почему? Ну, потому что здесь, значит, имеется и религиозный характер. Хотя никогда в нашей политике религиозного оттенка не было. Понимаете? И поэтому, да, это с подачи Папа Римского. Да, когда совершили эти нацисты, значит, геноцид Ходжилак, есть телеграмма Папа Римского. Вы совершите, победите этих мусульман, будете воевать за христианский мир, и мы будем молиться за вас. И, конечно же, получив такое сообщение от Папа Римского, это у нас и написано. Разве это религия? Ведь люди религиозные, они молятся за всех, за все человечество. Посмотрите на, значит, общее положение ислама, общее положение, значит, христианского мира, или же посмотрите, вообще в целом анализируйте, какой вывод будет. Мы всегда проявляли милосердие, оказали помощь. Даже самые такие... Как и сегодня. Вот в течение уже нашей независимости уже 32 года. За это время мы прошли очень, знаете, такой путь, который... Это очень золотая страница нашей национальной истории. Мы из руин поднялись и создали свое вот это мощное государство, не получая никакой помощи со стороны. Тем более, ведя борьбу против такой коалиции, которая стояла за Арменией. Но все равно мы победили. Понимаете? Вот в прошлое 8 месяцев назад, когда вы были нашим гостем, в конце вы сказали, что ждете того дня, когда мы вернемся в целостный Азербайджан. Конечно, под словом «целостный Азербайджан» имеется в виду и западный Азербайджан. И мы надеемся, что в следующий раз уже, когда вы будете нашим гостем, мы будем обсуждать уже возвращение западных азербайджанцев на наши исконные земли. У меня есть один вопрос, я бы хотела, чтобы вы коротко ответили на этот вопрос. Создается комиссия по возвращению в Западный Азербайджан. То есть, да, община. Вот из чего будет состоять работа этой комиссии? И в целом, какие сегодня работы ведутся по возвращению наших азербайджанцев в Западный Азербайджан? Во-первых, скажу вам, что вы очень важный вопрос затронули, потому что это вопрос повестки дня нашего государства. Дело в том, что западный Азербайджан, это понятное общение, огромная территория. Но конкретно, когда мы сейчас говорим о Западном Азербайджане, имею в виду ту территорию, которая называется Армянская республика. Эти территории были незаконно переданы армянам. Никакой Армении на территории Южного Кавказа и на западной территории Северного Азербайджана, и восточной, центральной, в какой-то части хотите. Не было такого. Мы в первую очередь собрали все источники, подтверждая, что эта земля является землей исторической территории азербайджанского народа. Все источники, без исключения, начиная с клинописей, археологических, нумизматических, эпиграфических, этнографических, карт, источников на всех языках, что это часть национального паспорта азербайджанского народа, подтверждающая, что это земля прожитая азербайджанского народа. Мы собираем досье всех азербайджанцев в течение двухсот лет, которые вынуждены были покинуть эти территории. И ставим вопрос, я об этом несколько раз говорил, о незаконности так называемой армянской республики. Вот вы все эти факты сегодня собираете? Да, юридическое основание нет, правовое основание нет. Это протворечит основному принципу, принципу легитизма. Легитимизм – это сохранение территориальной целостности любого народа. Без согласия любого народа Европы, эти территории, которые они проживают тысячелетиями, нельзя передавать кому-то или расчленять, или захватывать. Но прошло год, Советская Россия захватывает Азербайджан, и без согласия азербайджанского народа 30 ноября 1920 года по 15 июня 1921 года передают в состав армянской СССР. Они захватили ту территорию тоже 29 ноября 1920 года, так называемую армянскую республику. И создали армянскую СССР. Состав армянской СССР передает 4500 квадрокилометров азербайджанской земли, то есть западный Зенгизор. Четыре района. Каракинса, Горос, Кафан, Мегли. Общая площадь 4,5 тысяч квадрокилометров. Проходит несколько лет, увозят отсюда, на Риманово, в Москву. Его убирают в 1925 году. Я это все хорошо знал. И в 1926 году во главе Азербайджана становится никто другой. Левом Берзарян. По его же настоянию в состав армянской СССР передается земля Азербайджана, значит, вся территория Кёйчинского мала, озеро Кёйча, общая площадь 20,8 тысяч квадрокилометров. Тоже без опроса, без референдума азербайджанского народа. Джамя, как до сегодня... Дело в том, что эти земли, там народ, который проживал, это было же коренное наследие. Не спрашивай их мнение тоже. Понимаете? И поэтому мы имеем полное право, все эти вопросы мы поднимаем. И обсуждение идет. И в самом таком разных уровнях. Я не буду сейчас об этом говорить. И, конечно же, здесь приводятся исторические факты. И, значит, правовые документы, которые дают нам основания, говорят, что мы, азербайджанцы, полное право имеем вернуться на свои исторические территории. Вот так. Да, и Бухчаб Мялим, есть Азербайджан за 23 часа восстанавливает свой суверенитет. Я более чем уверен. Эти дни тоже не так далеки? Нет, знаете, доченька, я вам скажу так откровенно. Я очень верю, у меня глубокая уверенность, и умежден в этом, что во главе нашего государства находится такой человек, который, понимаете, он человек слова. Он сказал, он это сделал. Он сказал, что решит караманский вопрос. Блестящее решение. Никто не мог пикнуть и сказать, что нет, это не так. Всё на законных основаниях. Я думаю, что и вопрос западного азербайджана тоже на этих законных основаниях будет решаться. И мы, весь азербайджанский народ, будем радоваться. Радоваться, что народ, имеющий глубокую историю, глубочайшую культуру, дал миру таких величайших людей, политиков, государственных деятелей, одним из которых является наш президент. Вот. Вот. Посмотрите. Если посмотреть на Соединённые Штаты Америки, посмотрите, какой у них президент. Я не говорю же о Франции. Ну, издевается над ними. Я других не буду об этом говорить. Но всё налицо. Даже один из европейских лидеров, он не вынужден, и задал нашему президенту вопрос. Ну, что вы сделали, что вас так любят? Не только народ, но и весь мир вас любят. Потому что человек – слово. Человек высочающий порядочности. И человек, который передан очень преданно служит своему народу. Всё. Спасибо большое, Чарли. Правда? И, как сказать, налицо. Всё, как сказать, перед нами. А что ещё? Нет вопросов уже. Идёт всё своим чередом. И один раз мы проснёмся, увидим, что Западный Азербайджан уже свободная территория. И это часть нашей страны азербайджанской решёнки. Всё. Надеюсь. Может быть, мои слова кому-то им не понравятся? Пускай. Пускай попьёт очень такую холодненькую водичку и успокоится. Правда есть правда. Да. Это всё. Браво. Спасибо большое. Спасибо. Вы были в теме дня. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова